Золотая осень это прекрасная пора для того, чтобы посетить Павловский парк. Поэтому мы раз в несколько лет обязательно приезжаем сюда осенью прогуляться и насладиться красотами. Главной достопримечательностью парка является Большой дворец, который находится на возвышении и виден из многих уголков парка. Архитектурный облик дворца создавался на протяжении 50 лет. Над ним работали такие известные архитекторы, как Чарас Камерон, Адри Воронихин, Карло Росси, Минченца Бренна и многие другие. Основой для создания дворца стала коллекция предметов искусства, приобретенной Павлом и Марией Федоровной во время их путешествия по Европе. В середине 19 века владельцем дворца стал сын Николая I Константин. При нем-то и появился памятник Павлу I перед дворцом, который напоминает памятник Людовика XIV в Версале. По традиции перед дворцом разбит регулярный французский сад, а за ним открывается огромный пейзажный с извилистыми дорожками, аллеями, прудами. Общая площадь парка 600 гектаров, поэтому недаром мне ни разу не удавалось обойти его целиком. Недалеко от большого дворца находится храм дружбы, павильон, построенный по повелению Павла и Марии Федоровны в качестве благодарности Екатерине II за то, что она подарила им эти земли. Да, несмотря на тяжелые отношения Павла с матерью, он очень любил это имение. По этой лестнице поднимались гости во время торжественных церемоний. А это еще один павильон, круглый зал, где проходили различные концерты. Павловские сейчас частенько проходят различные мероприятия музыкальные, культурные и помимо перечисленных мной павильонов здесь можно увидеть и другие, например, колонаду, амфитеатр, мавзолей Павла I, но они раскиданы по разным уголкам парка. И их за один раз можно не увидеть целиком, но зато будет повод еще раз вернуться, например, в другой сезон.